Привет! Меня зовут Евгения Редькина, и я основатель школы английского языка YouCan. В современном мире существует два подхода преподавания английского языка. Это изучение и усвоение. Сторонники классической методики преподавания ведут своих учеников первым путем, через изучение. Этот способ наиболее сложный, потому что учащимся необходимо постоянно заучивать какие-то правила и слова, запоминать исключения, повторять материал с определенной периодичностью. Короче говоря, тратить свое время не на погружение в непосредственную языковую среду, а на изучение языковой системы. Как результат, человек сдает тесты на отлично, знает много правил и слов, но поддержать беседу на иностранном языке не может. Тебе же наверняка приходилось слышать такую фразу от людей, которые когда-либо изучали английский язык. Я как собака, понимать понимаю, а сказать не могу. Это и есть результат осознанной деятельности, когда человек изучает языковую систему, а не погружается в сам язык. Но есть и второй подход в преподавании, более безболезненный и простой. Это путь к английскому языку через усвоение. Этот подход предполагает процесс, в ходе которого английский язык усваивается интуитивно, подобно родному языку у детей. Ученики в этом случае даже не подозревают, когда началось усвоение, когда оно закончилось и что вообще произошло. У них нет такой четкой мысли, что прямо сейчас начался урок английского языка, и ему предстоит тяжкое изучение незнакомой языковой системы. Как результат, человек может с легкостью поддержать беседу на иностранном языке, изложить свои мысли на письме, неплохо решать тесты, но не всегда может объяснить, почему правильно именно так, а не иначе. Наша школа обучает своих учеников именно вторым способом. То есть мы не преподаем предмет английский язык, а обучаем английской речи, как письменной, так и устной. Как же обучать английской речи? Для этого нам необходимо вспомнить, как мы выучили свой родной язык и через какие этапы мы прошли. Давай теперь вспомним, как мы научились говорить на родном языке. Для этого нужно представить, что нам сейчас по два годика. Что же происходило в то время? Правильно, наши родители читали нам сказки, пели колыбельные на ночь и рассказывали все, что происходит вокруг. Мама, покачивая малыша в коляске в парке на прогулке, описывает ему все, что его окружает. Она говорит, вот птичка полетела, а это машинка красная. Поддерживает ли ребенок беседу с мамой в это время? Конечно же нет, он просто слушает. Именно поэтому первая ступень в усвоении языка называется слушать. Этот этап, как правило, приходится на возраст до трех лет. Что же происходит дальше? Позднее трехлетний ребенок начинает имитировать речь родителей, произнося простые, односложные предложения. Например, дай, нет, хочу пить. В этом возрасте ребенок начинает делать первые попытки произнесения звуков. И он еще не знает, что некоторые предложения состоят из двух или более слов или даже имеют грамматическую основу. Таким образом, когда ребенок произносит предложение хочу пить, он воспринимает это как одно длинное слово. Хочу пить. Но даже это уже является процессом говорения. Именно поэтому вторая ступень называется говорить. И, как правило, приходится на возраст от трех до пяти лет. Следующий этап называется читать. И приходится на возраст от пяти до шести лет. В это время психически здоровый ребенок видит, что его родители могут раскодировать недоступную для него информацию, зашифрованную с помощью каких-то знаков, букв. И так как его основная цель в жизни сейчас это выжить в этом мире, а эта информация, закодированная в вывесках на здании, может помочь ему в этом, у него появляется естественное желание научиться читать. И его родители начинают знакомить его с буквами и показывать, как читаются простые слова. Научившись читать, ребенок, как правило, в возрасте шести-семи лет совершает первые попытки написать слово. Этот этап так и называется — писать. По правде говоря, этапы писать и читать приходятся примерно на один и тот же промежуток времени. Это происходит потому, что ребенок только что научился расшифровывать какую-то закодированную информацию с помощью букв, и ему теперь самому хочется закодировать свое слово. Какое же слово ребенок хочет написать в первый раз? Ну, конечно же, свое имя. Так, неуклюже держа ручку или карандаш на руке, ребенок выводит на бумаге корявыми буквами самое главное слово в его жизни. Когда ребенку исполняется семь или восемь лет, мама приводит его в первый раз в школу. Новоиспеченный первоклассник узнает, что жиши пишется через букву и, что существуют гласные, согласные, что в каждом слове есть ударение и так далее. Этот этап условно называется правило. Но ведь незнание этой информации не мешало ему выражать мысли и говорить? Не мешало. Получается, что незнание грамматики или каких-то правил не мешает научиться говорить на любом языке. Ведь грамматика, она помогает только редактировать наши ошибки как на письме, так и в речи. Это и есть естественный порядок усвоения языка. И любой второй язык можно выучить точно таким же путем. Безболезненно и просто. Хотелось бы добавить, что систему пяти ступеней слушать, говорить, читать, писать и правила следует рассматривать как систему шлюзов, которая обеспечивает переход судов из одного водного бассейна в другой с различным уровнем воды в них. Чтобы корабль смог попасть в соседний резервуар с уровнем воды выше текущего, ему необходимо дождаться, пока вода полностью не заполнит камеру до краев. И только тогда он попадет в соседний резервуар. Принцип усвоения речи естественным путем идентичен этой системе шлюзов. Это значит, что ребенок переходит на следующую ступень только тогда, когда полностью усвоит предыдущую. То есть, если ребенок вдоволь не наслушался речи, он не начнет говорить. Или, если он еще не научился хорошо говорить, у него не появится желание научиться читать. И так далее. Это и есть естественный порядок усвоения языка. А теперь давай представим, как началось изучение английского языка у нас в школе. Если ты учился в обычной общеобразовательной школе, готова поспорить, что первый урок английского языка начался с того, что Марья Петровна зашла в кабинет, объявила, что существует какой-то эфемерный английский язык, и там существует какой-то алфавит, который нужно непременно выучить, иначе ты никогда не заговоришь на английском языке. Потом она добавила, что есть глагол to be, который в третьем лице, единственном числе, имеет форму из. И теперь предложила порешать правила. Научившись правильно раскрывать скобки и вставлять глагол to be в предложение, Марья Петровна предложила прочитать некий диалог. Ну, конечно, мы же сейчас прорешали правила, значит, нам непременно нужно немножечко почитать. И этот диалог еще лучше всего выучить и разыграть с партнером по парте, который так же, как и ты, впервые пришел на урок английского языка и еще не произнес ни единого слова. Это задание в общеобразовательной программе английского языка называется говорение или speaking. А на такую ерунду, как послушать речь, совершенно не остается времени. Знакомо? Получается, что изучение английского языка в школе протекает в обратную сторону, от ступени правила к ступени слушать. На голову первоклассника, который только что с трудом освоил свой родной язык, сваливают новую языковую систему со всеми ее лингвистическими терминами. А дело в том, что у ребенка в этом возрасте полностью отсутствует абстрактное мышление. Поэтому такие слова, как глагол, подлежащее, сказуемое звучат для него, как пустой звук, потому что их нельзя потрогать или нельзя представить на картинке. Совсем не обязательно мучить ребенка алфавитом и правилами. Гораздо легче начать обучение с рассказа истории или песни на английском языке, используя просто кое-какие фишки и секреты, о которых я расскажу тебе в следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok